Спорт в массы. Как прошел день корейской культуры? Старт очного этапа конкурса «Лучшая академическая группа». Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Елизавета Газизянова. 24 апреля с рабочим визитом в Республику Узбекистан посетил РАИС Республики Татарстан Рустам Миниханов. Основной целью визита стало участие в международной промышленной выставке Инопром Центральной Азии. Республику на мероприятии представляют порядка 70 компаний. Вместе с ректором Казанского университета Ленаром Сафиным РАИС Республики посетил новый центр медицинского образования в филиале КФУ в городе Джизак, а также открытие технопарка Джизак. В обзорной экскурсии гостям из Татарстана рассказали о том, что в симуляционном центре студенты будут обучаться практическим навыкам своей будущей специальности. РАИСу Республики Татарстан Рустаму Миниханову показали оборудование, которое используется для практических занятий. 22 апреля в полилингвальной школе Адымнар прошел конкурс корейской культуры Кей-Калча. Подробности в сюжете Иллюзы Демухаметовой. В полилингвальной школе Адымнар прошел конкурс корейской культуры Кей-Калча. Целью проведения конкурса и концерта является не только популяризация корейской культуры, но и укрепление взаимоотношений между Кореей и Татарстаном. По словам научного руководителя Центра исследований Кореи и Института международных отношений, мероприятия такого рода позволяют студентам изучить специфику данного региона. Этот конкурс изначально был сделан и проводится до сих пор ради студентов, которые изучают корейский язык, корейскую культуру, историю, экономику, потому что они хотели еще больше узнать про Корею. В конкурсе приняли участие 25 команд, которые представили традиционную культуру благодаря танцам, песням и постановкам. Участниками стали люди разных возрастов, от школьников до студентов. Большей популярностью у участников конкурса пользовались такие кей-поп-группы, как BTS и Blackpink. Тут происходит знакомство с корейской культурой, люди, которые сейчас особенно становятся мейнстримом таким, и люди увлекаются этим. И вот такие мероприятия помогают больше узнать о культуре Кореи, потому что здесь не только кавердэнс участвует, как вот мы, например, а также корейские народные песни. Отметим, что конкурс корейской культуры K-Culture проходит ежегодно, с каждым годом вовлекая все больше студентов, школьников и просто людей, любящих корейскую культуру. Карина Саяхова, Илюзадия Мухаммедова, Фарид Захетуглы, Универньюс. Участниками спортивной эстафеты в культурно-спортивном комплексе «Уникс» в минувшие выходные стали семьи сотрудников Казанского федерального университета. Подробности в сюжете. В минувшие выходные в культурно-спортивном комплексе «Уникс» состоялась спортивная эстафета «Мама, папа, я – спортивная семья». Участие в соревновании приняли семьи сотрудников, преподавателей и обучающихся Казанского федерального университета. Это всегда теплое семейное мероприятие, которое объединяет все университетское сообщество. И в этом году, так как сняли все ограничения, мы решили возобновить проведение такого классного спортивного мероприятия для семей сотрудников. В эстафете приняли участие 11 команд, сборной институтов и подразделений университета. В их состав вошло по две семьи – мама, папа и ребенок от семи до десяти лет. В ходе соревнования каждая команда прошла по три полосы препятствий. Все задания были подобраны так, чтобы с ними могли справиться как взрослые, так и дети. Участники получили сладкие подарки, а призеры и победители стали также обладателями кубков и медалей. Анастасия Шагеева, Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универ Ньюз. В Казанском федеральном университете стартовал ежегодный конкурс «Лучшая академическая группа» – одно из самых популярных студенческих мероприятий университета. 24 апреля в культурно-спортивном комплексе «Оникс» Казанского федерального университета стартовал очный этап конкурса «Лучшая академическая группа». В этом году он посвящен году педагога и наставника, и году национальных культур и традиций в республике. Определение победителей и лауреатов конкурса будет проходить по номинациям. В каждой номинации принимают участие 10 старост академических групп, набравших максимальное количество баллов. Они покажут творческую композицию, выступление, презентацию, связанную с традициями, обычаями, культурой народов, которые проживают у нас в Татарстане. Мы участвуем в конкурсе первый раз. Долго думали, стоит ли, нет, но собрали все свои силы, долго тренировались. Надеюсь, что у нас что-нибудь получится. Конкурс проводится по шести номинациям. Первокурсникам предстоит соревноваться в номинации «Лучшая академическая группа первых курсов», вторым и третьим курсам. В номинации «Лучшая академическая группа младших курсов», а старшекурсникам и магистрантам в номинации «Лучшая академическая группа старших курсов». Жюри определит победителей именно в этих трех номинациях, а также в номинации «Лучший куратор академической группы». Этот конкурс прежде всего направлен на то, чтобы максимально сплотить студенческий коллектив, показать лучшие практики, которые есть в академических группах, и лучшие воспитательные технологии, которыми пользуются академические руководители при работе со студенческой молодежью. Начальник отдела по работе с общественными организациями и Институтом кураторства Департамента по молодежной политике Гульнас Морданова отметила, что для того, чтобы победить в конкурсе групп, студенты должны поддерживать хорошую успеваемость, участвовать в различных мероприятиях, а кураторы – организовывать мероприятия с группами и проводить методическую работу в течение учебного года. Эмиль Мугинов, Александр Кузнецов, Универ Ньюс. Центр цифровых образовательных технологий ЕДУТЭЧ, Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета, организовал чемпионат по робототехнике и программированию «Арена роботов». Подробности расскажет наш корреспондент Виктория Сухих. Впервые в Казанском федеральном университете прошел Всероссийский чемпионат по робототехнике «Арена роботов». Целью чемпионата является привлечь как можно больше творческих, креативных ребят категориям чемпионата. К ним относятся сумо, творческая категория, скретч и категория движения по линии. Категории разделяются на младшую и старшую возрастную группу. Участие в чемпионате принимают 52 команды со всей России, всего 120 участников. Количество человек в командах варьируется от двух до трех человек. Также у каждой из категорий свои критерии оценивания. Если мы говорим о категории сумо, то есть два робота соревнуются, нужно запрограммировать так, чтобы один робот мог победить другого робота. Если это скретч, соответственно создать тоже определенную программу свою. Задания в категориях были как простые, так и сложные и требовали от команд использования различных алгоритмов и технологий для достижения цели. Во время соревнований команды представляют свои работы и программное обеспечение перед жюри, который оценивает их производительность и точность выполнения задания. На этом чемпионате помимо сильной конкуренции, также есть возможность для участников познакомиться и обменяться знаниями с другими экспертами в области робототехники и программирования. К концу событий победители получили дипломы, медали и небольшие призы. Возможно, даже какие-то проекты в творческих категориях могут перерастать в настоящие стартапы. То есть это не просто как такой ярмарк того, что ребята могут делать, а очень часто на творческих проектах, на каких-то хакатонах ребята предоставляют решения, которые, правда, могут внедряться в реальную жизнь. И даже есть истории на других соревнованиях, когда чуть ли не по результатам конкурсного отбора ребятам предлагали даже в возрасте 15-16 лет уже какие-то стажировки и разработки реальных продуктов. Творческая категория в робототехнике заключается в разработке оригинальных и нестандартных работ, которые могут иметь уникальный дизайн, функциональность и поведение. Акцент делается на инновационных подходах и экспериментах, которые могут привести к созданию новых типов роботов с уникальными возможностями и способностями. Даже самые маленькие участники расширяют границы того, что можно сделать с помощью робототехники для использования роботов в различных областях. Это вот контроллер, это мозг робота, который отвечает за все. Вот это вот два колеса, а вот это вот моторчики к нему. Это датчик линии, он отвечает за езду по черной линии. А вот если один датчик видит черный цвет, а другой белый, то поворот будет в другую сторону уже. Противоположный? Да. Участие детей в робототехнике имеет множество преимуществ. Кроме того, это помогает развивать навыки программирования и инженере. Которые могут быть полезными в будущих карьерах. Казанский федеральный университет раскрывает возможности и помогает создавать новое будущее. Виктория Сухих, Аделина Абдрахманова, Фарид Захитаглы, Универньюз. По данным МВФ, к 2028 году страны БРИКС будут иметь долю в мировом экономическом росте более 33%, а страны G7 менее 28%. Подробнее в этом выпуске. Блумберг сообщает, что участники БРИКС, то есть страны Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южноафриканская республика, обеспечат 32,1% долю в мировом экономическом росте. А страны G7, куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США, 29,9% в этом году. Между международным объединением БРИКС и структурой Большой Семерки существуют принципиальные отличия, как с точки зрения институциональной, так и с точки зрения концептуальной. Если мы говорим о вопросах, связанных с институциализацией, то здесь мы должны сказать, что БРИКС представляет собой, по сути, международную организацию, а если быть точным, то межгазударственное объединение. Основной вклад привносит Китай. Его доля в росте объема ВВП с 2023 по 2028 будет 22,6%, Индии 12,9%, а США 11,3%. В свою очередь остальные страны внесут каждое по 4%. И сегодня самая мощная экономика – это Китайская экономика, экономика Китайской Народной Республики, которая сегодня занимает первое место. Также нужно отметить, что в структуру БРИКС входит экономика третья по масштабам – это экономика Индии. И вот в этом смысле мы можем говорить, что сегодня центр силы экономической перемещается именно в структуры БРИКС. А в G7, скорее, уже такие находятся классические западные либеральные экономики, которые в настоящее время переживают достаточно острый экономический кризис. По итогам 2020 года доля этих двух групп стран в мировом ВВП по паритету покупательной способности составили по 31%. Но при этом к концу 2028 года доля БРИКС увеличится до 33,6%, в то время как у G7 доля снизится до 27,8%. Валерия Носкова, Универ Ньюз. На этом все. В студии была Елизавета Газизянова. Сюжеты из выпуска ты можешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры предоставил DimaTorzok